Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов, где сегодня, ребята, мы будем прокачивать наших покемонов и также искать пополнение в нашу команду. Каких именно покемонов мы, ребята, рассмотрим чуть позже. А перед этим, если хотите завтра новую серию Пиксельмон, если хотите видео каждый день, всё, что вам нужно, запилить большущий, вот такой большущий палец вверх. Каждый ваш лайк для меня очень важен. Наберём 3000 лайков на вот этой серии, завтра выйдет новая серия Пиксельмон, запомните это, ребята, да! Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, ребята, и можете рассказать об этом видео своим друзьям, чтобы они пришли, также посмотрели, можете полетиться вконтакте, также оставить свой комментарий, потому что я, ребята, отвечаю на ваши комментарии. И мы будем делать вот такое короткое приветствие, потому что я, в конце концов, понял то, что это действительно плохо, ребята. Я не знаю почему, но я понял то, что лучше всё же вначале потрендить 10-15 секунд и просто-напросто не затягивать на 3 минуты приветствия. Я, ребята, решил то, что сейчас будет вот так. И что я вам хотел показать в этой серии? У нас сегодня был стрим, ребята, вот на стриме мы, ну я не скажу то, что мы что-то много сделали, потому что, как вы видите, ребята, я хотя бы уже вот тут левую вот эту стену достроил, и тут правую стену достроил. Тут у нас будет вот такое же окошко, как вот тут, и тут тоже такая же комнатка будет, как вот тут. Потом у нас будет тут закрываться стена, и тут посередине у нас будет бум, большущая такая ратуша, большущая такая крепость, можно сказать. И в этой крепости, креп-креп, да, крепости, в первую очередь у нас будет моя спальня, и потом, ребята, будет зачаровальня, то есть большущая крепость, ребята. Ребята, я, если честно, уже очень-очень-очень сильно хочу видеть уже наше королевство покемонов. И знаете, ребята, с какой проблемой мы столкнулись на стриме? С очень большой проблемой. В том смысле, что у нас сейчас нет вообще никаких ресурсов. Это очень плохо, ребята. Знаете, что очень плохо? То, что мы не ходим в шахты. Это очень плохо, ребята, то, что мы не ходим в шахты. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ребята. Ребята, вы же меня поддержите, пожалуйста. Знаете, почему я надеюсь на вашу поддержку? Потому что в шахту нужно ходить. Без шахты мы не можем сделать никакие даже покеболы. Сегодня на стриме, ребята, я не смог сделать ни одного покебола. И знаете почему? Потому что у меня не было ни железа, у меня не было ни... Чего у меня там не было? Ни железа, ни также у меня не было алюминия. У меня вообще не было никаких ресурсов, чтобы я смог себе сделать какой-то покебол. Потому что я хотел, ребята, с вами сделать кучу покеболов, да, вот эти лаки-блоки. Но у меня не получилось, потому что, к сожалению, у меня просто не было вообще никаких ресурсов. И, ребята, шахта это часть выживания Майнкрафта. Без неё мы не сможем выжить, без неё мы не сможем прожить ни дня. Потому что нам нужны ресурсы. И в этой серии, ребята, я уже перед серией, точнее, я на стриме сделал 5 ультраболов специально, ребята, для вас. Чтобы мы сегодня ещё сделали 1 или 2 лаки-блока. У нас будет вот такая традиция. Каждую серию мы будем делать несколько лаки-блоков. Может, 1 минимум, там, 2-3 и так далее, максимум. Потому что это действительно прикольно. Всегда хочется знать, что же нам там выпадет. И, ребята, ждите, ждите, ждите лаки-блока. Потому что он будет в течение этой серии. Я точно не знаю, когда. Вот сейчас мы немного добудем тут ресурсов. У нас уже есть 12 золота. Не золота, а железа. И, кстати, раз речь пошла о... Кстати, посмотрел наверх и заметил то, что у нас тут есть ещё железо. Речь пошла о золоте. Золото в этом сезоне будет очень важно. Нет, на меня падать не нужно. Гравий меня пытался просто-напросто убить. На меня падать не нужно. Да твоём нафиг! А в этом сезоне золото будет очень важно. Вы спросите, почему? Вы помните, ребята, предыдущие сезоны? Зачем нам нужно было золото? Для того, чтобы делать, конечно же, конфетки. С помощью конфет мы могли... Опа, я тут даже не заметил, что там тоже ещё есть железо. А с помощью конфеток мы могли прокачивать покемонов. То есть, кто не знает, одна конфетка это один уровень нашему покемону. В этом сезоне мы, наверное, это также будем делать. Но в этом сезоне большинство железа... Нет, железа нет. Золото. Большинство золота в этом сезоне у нас будет тратиться на... Ребята... Так, тут у нас ничего нету. Будет тратиться на лаки-блоки. Да. Потому что на каждый лаки-блок нам нужно по 8 золота. 8 золота, ребята. И это, в принципе, очень много. Потому что золота в Майнкрафте не так-то много. Оно добывается с небольшим трудом. Потому что тяжело его заметить. Тяжело его найти. Поэтому, ребята, нам нужно как можно больше золота в этом сезоне. Сейчас мы немного тут посидим в шахте. Не расстраивайтесь, ребята. Это же весело. Шахта. Ура. Мы же так давно ее ждали. Но, ребята, это действительно часть выживания. Без шахты мы не сможем себе скрафтить даже банально ультраболы. У нас просто не будет хватать ресурсов. Поэтому без шахты мы не проживем, ребята. Без шахты нельзя жить. Нельзя. Вот кто со мной согласен? Кто вот истинный шахтер в Майнкрафте? Кто знает то, что без шахты вы вообще не сможете даже выжить... Вообще не сможете выжить в Майнкрафте ни одного дня. Потому что факелов нету. Во-первых. Во-вторых, железа нету. Без железа вы даже не сможете себе нормальную кирку скрафтить. И вообще нормально выжить, ребята, вы также не сможете. Поэтому шахта... Шахта это часть Майнкрафта. Без шахты мы просто-напросто, ребята, ничто. Ничто. Но знаете, что меня больше всего смущает? Есть ли в шахте покемошки? Потому что в шахте даже спамятся покемоны. То есть не даже, а в шахте спамится много покемонов. И они, по идее, должны тут быть. Потому что тут спамится тот же Гигалифт. Тут спамятся те же Гиглиты. Они, конечно, спамятся вроде на поверхне. Но кто-то есть в шахте, кого нету на поверхности. Кто-то да есть. Я это помню миллион процентов, ребята. Я это помню миллион процентов. Но... Кто? Кто точно есть? Вот смотрите, там кто-то есть. Вы видите, ребята, наша... Вот! Там кто-то должен быть. Хаааа! А если мы туда сможем докопаться? Сможем ли мы туда докопаться, ребята? Мне кажется, что это будет очень далеко. О! Так, уголек. Лучше бы мы-то колбазы нашли, как мы сейчас уголек вот этот нашли. Ребята, давайте попробуем туда докопаться. Вдруг кто-то будет крутой. И вдруг мы там найдем какую-то шахту. Где будут заныканные алмазы? Посмотрим, ребята. Я тебя слышу, паскуда! Я тебя слышу! Ты пещерная зараза! Диглит! Это Диглит! Ридстоун! Нужен нам Ридстоун? Ребята, Ридстоун нам нужен, потому что... Опа! Это что за блок? Это что за блок? Я его где-то слышал. Диглит, Диглит, Диглит. Ты где? Он... Слышите? Слышите, ребята? Вот он! Диглит! Наш спаситель! Благодаря тебе мы нашли еще одну шахту! Ха! Диглит! Ребята, это наш герой. Это наш герой. Потому что если бы Диглит не умел разговаривать, мы бы не нашли вот эту шахту. Мы бы ее просто не нашли. Поэтому, ребята, я оставлю Диглита в живых. Я его даже не буду убивать. Если, конечно, это не тупик. То есть, если это... Шахта имеет какой-то выход. А она имеет выход. Вот, видите, ребята? Видите? То есть, есть у нас тут какие-то покемошки. 27 уровень. Чем бы тебя запинать? Ух, круто. Почти с двух ударов. Нет, не почти с двух ударов. Почти с одного удара. Так. Это какая высота у нас на шахте написана? Это у нас 35-я. Нет! Факелы! 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 Факелы закончились? Это не круто. Факелы всегда нужны, ребята. А то вдруг монстры заспаются. Кстати, знаете что, ребята? У меня для вас есть небольшая новость. Даже не одна новость, а даже две новости. Что это за новости? В первую очередь, пока мы тут в шахте там балуемся. Ха, круто, весело. Это же шахта, ребята. Это же шахта. И пока мы тут в шахте, у меня для вас есть две новости. Первая новость. Новость, вопрос, можно так сказать. Первый вопрос и новость. Хотите ли вы новый сезон зомби-апокалипсиса? У меня есть идея сделать зомби-апокалипсис или сделать выживание в Чернобыле. То есть, можно сказать, зомби-апокалипсис перемешан с выживанием в Чернобыле. Потому что это же тоже зона, вот такая радиация. И, в принципе, можно сказать, там тоже в какой-то степени могли появиться зомби, да? И поэтому у нас будет вот такое зомби-выживание. Можно, ребята, и так сказать. Поэтому, хотите ли вы вот это? Если да, то, ребята, напишите в комментарии. Я с большим удовольствием вас выслушаю. Если вы действительно будете за, то я, наверное, даже сделаю, ребята, новый сезон. О, золото нам очень нужно, как я уже говорил много раз. То я, ребята, даже, возможно, сделаю новый сезон зомби-апокалипсиса. Если, конечно, этого вы, ребята, очень сильно хотите. Я для вас специально сделаю. И вторая новость, второй вопрос. Скоро у нас лето. Офигеть, весна так уже пролетела. Ребята, ребята. Нет, не ебят. Ебята. Ебята! Как у вас делишки, ребята? Это, знаете, как будто человек то ли букву R не выговаривает, да? То есть, мол... Нет, я выговариваю букву R. Но всё же, ребята, так получилось. Ну, или человек, который просто любит материться, да? Но всё же это случайно получилось. А, вторая новость. Скоро у нас лето. И что я хотел спросить. У меня очень, очень, очень время как-то пролетает. Вот это просто офигеть. Вот хотел спросить, ребята, у вас тоже так? Вот вроде недавно была только зима. Я не успел оглянуться, уже лето нафиг. То есть, так время летит, что это просто-напросто можно сойти с ума. У меня одного вот так. Или у вас тоже, ребята, есть вот такое ощущение. Потому что это офигеть, как быстро пролетает. И это жопа, если честно. Это просто жопа. Но что я хотел у вас, ребята, спросить. Скоро у нас лето. И по поводу этого, то есть, в честь этого, я бы хотел... Нет, нету алмазов. Я бы хотел сделать новый сезон. То есть, новый сезон Крейзи Крафта. Это у нас будет называться там Летнее Безумие. Давайте как-то вот так его назовём. Я просто сходу вот так придумал что-то в этом роде. Потому что Крейзи Крафт это же Безумие, да? И будет у нас, можно сказать, Летнее Безумие. Поэтому хотите ли вы ещё один дополнительный сезон, где мы будем играть с Крейзи Крафтом? Это замечательный мод. То есть, как мы все знаем, что такое Крейзи Крафт. И, в принципе, я у вас, ребята, сейчас спрашиваю. Хотите ли вы ещё один дополнительный сезон с Крейзи Крафт? Твоё нафиг! Хотите ли вы дополнительный сезон с Крейзи Крафтом, ребята? Мне кажется, это будет отличная идея. Потому что два сезона намного лучше, чем один. И, в принципе, Крейзи Крафт очень такой познавательный мод. И он... В нём есть очень много штон мы можем сделать. Да перестань ты уже нафиг гореть. Это просто жопа. Сколько тебе можно гореть? Как будто меня нафиг каким-то бензином облили. Так, я тут был? Я тут был? А я не знаю, был ли я тут или нет. Такой... С одной стороны вроде был, с другой стороны вроде не был. Нет, нет, иди сюда, в жопу. Давайте, ребята, пойдём... Пойдём, 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 пойдём. Это можно удалить. Глиняный биом. Океан. Океан. Пойдём в глиняный биом, потому что... Да ну нафиг. Ночь ещё и плюс дождь. Страшно, мать твою, страшно. Идём домой, поспим. Кстати, кролики, ребята. Знаете, как эти кролики у меня дома появились? Они ворвались и просто-напросто начали мне угрожать. Мол, Эдисон, если ты нас не приручишь, то мы тебя нафиг убьём. Это же кролики-убийцы. Вы знаете, ребята, то, что в Майнкрафте есть кролики-убийцы. Вот это сыновья вот этих кроликов-убийц. Ну, а если честно, то я... Сейчас глиняный биом, да? А если честно, то я просто-напросто выпил вот эти лаки-пушин, то есть лаки-зелья, которые я выбил с лаки-блока. Я не выбил, а я выпил их на стриме. Так, сейчас, давайте вот это выкинем. Я выпил их на стриме, поэтому, ребята, вот заспавнились вот такие кролики. Если честно, там было ещё вроде много вещей. Там, ну, не прям каких-то очень полезных, но я помню то, что там был... Было нормально так еды, да, и в принципе... Опа, это что такое? А, ничего, это ничего. И вроде железная бронька, но железная бронька нам не нужна, поэтому... Она, если честно, уже вроде пропала. Это у меня вроде валялось на... на полу. А сейчас я туда пришёл, и это уже всё испарилось. Или эти заразы, кролики, нафиг у меня просто всё стыбзили и просто барыги это всё втюхали. Мне кажется, то, что так оно и было. Дивот, а ну покажи, покажи этому гравилеру, как нужно тут акваджет. 40, 100, тут у нас 140, и тут у нас 140. Confuse the tar, нет. Ага, makes... That makes it... Shoot to strike... Ну, давайте вот это тогда изучим. Нужно смотреть на какие-то нормальные атаки. Так, нет, нет! Опа-на-мопана! Опа-на-мопана, ребята! Что я так обрадовался, потому что тут у нас есть покебол. Даже... О, вот, там ещё один покебол. Это тоже покебол, но это мастер-бол. А вот он где-то тут находится. Sandstorm. Вот песня мне вспомнилась, ребята, кто знает, что за песня, да? А что нам выкинуть можно? Что нам можно выкинуть? Хлам! Хлам! Какой хлам? Вот это. Нафиг мне гравий, да? Ииии... Какие-то эмейлы мне шлют. Кто-то мне шлёт эмейлы, нафиг. Я даже не представляю, что это такое, что нам вообще с этими эмейлами делать нужно. Пожалуйста! Девот! Запинай вот этого. Иди сюда. Ты-ты убил... Ты убил... Ах... Нет, не чаризарт, нафиг, не чаризарт. А Девот, я же сказал. Девот! Живот, нафиг! А потому что живота нужно прокачивать, ребята, он уже в скором времени... Ты-ты мазила. Ты-ты просто мазила. Ты просто... Не можешь попасть. И у Девота на 36 уровне уже будет эволюция. В принципе, ему осталось ещё 3 уровня. И нужно ли его, если честно, ребята, очень быстро прокачивать? Потому что это очень крутой покемон. Будет у нас сам урод, нафиг. Это очень крутой покемон. И я, если честно, его хочу увидеть уже как можно быстрее. Поэтому нужно его прокачивать. Ищем, ребята. Я у вас всегда прошу помощь. Какую помощь? Если вы где-то на земле, заметьте покебол. Вот сейчас. Как сейчас, да? Или если вы на земле заметите, допустим, лаки-блок, который я пытался найти. Но я его случайно пропустил. Потому что, ну, просто-напросто я его не заметил. Если вы, ребята, это заметили, то пишите в комментарии, на какой секунде это было. И напишите, где это было. Чтобы я потом туда вернулся, благодаря вам, и забрал вот этот покебол, который я пропустил. Ну, или же лаки-блок. Ребята, вы для этого мне очень сильно не нужны. Для того, чтобы писали мне, где находится вот это всё. Где я вот это всё пропустил. Потому что это действительно, ребята, охренеть. Чуртвик. А я бы его убил, если честно. Вот этот живот, он уже, в принципе, очень даже валит нормально так. Смотрите, чуртвик. Чуртвик. Он уже 19 уровень. А на каком уровне он эволюционирует? Разве он не должен был эволюционировать на 16 уровне? Я один раз могу использовать покехил, когда я не дома. Разве он не должен был эволюционировать на 16 уровне? У меня такое ощущение, как будто он у нас немного забаганный. А? А... Чуртвик. Я не знаю, ребята, честно. Фиг его знает. Ладно, идём отсюда. Я бы очень хотел встретить ещё одного босса, ребята. Вы помните то, что в этом сезоне у нас уже попался один босс. Он вроде был жёлтым. То есть это был самый-самый лучший босс, который только существует в мире покемонов. То есть жёлтый босс самый лучший. И мы его, ребята, уже успели найти. Только пока что нам больше никто не попадался. К большому сожалению. Есть ли тут у нас... Нет, я думал это лаки-блок. Это не лаки-блок. Дайте мне, пожалуйста, лаки-блок, ребята. Дайте мне лаки-блок. Ребята, в следующей серии мы будем открывать. В этой серии у нас уже, наверное, вряд ли получится открыть лаки-блоки. Не лаки-блоки, а поке-блоки, да? Опа! Нет. Я уже обрадовался. О! Зато там у нас был поке-бол. В следующей серии, ребята, мы откроем сразу несколько штук. Чтобы вы на меня не обижались то, что я в этой серии не открыл. Чтобы выкинуть. Яблочко нам нужно, даже если оно одно. Вот. Гравий нам нафиг не нужен. А поэтому, ребята, в следующей серии я открою как можно больше, без обид. И, ну, в принципе, знаете что? Наверное, мы на этом уже будем сейчас заканчивать. Ещё не прямо сейчас, но дайте я ещё вот эту заразу убью. В этой серии будет у нас эволюция. Почти, ребята. В следующей серии, если я, конечно, сейчас ещё не найду какого-то нормального покемона, то в следующей серии у нас уже будет эволюция нашего девота, ребята. Он уже станет самуротом, поэтому готовьтесь. А я вам, ребята, всем говорю большое спасибо. Всем вам жму руку, всех вас целую, потому что вы большие молодцы, кто досмотрел эту серию до конца. Пожалуйста, поставьте лайк. Если мы с вами наберём 3000 лайков на вот этой серии, новая серия Pixelmon выйдет завтра. Будет выходить каждый день, ребята. Не полейтесь, это всего лишь одна секунда, чтобы поставить лайк. Это очень просто. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Можете делиться этим видео со своими друзьями. приглашать их на просмотр, репостить ВКонтакте. Ну и, в принципе, оставлять свои комментарии, потому что я читаю все ваши комментарии. Ребята, большое спасибо вам за просмотр. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день, и я каждый день вас всех жду. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.